Вот так, через каждые два часа мы сливаем. Это что за жизнь такая? Надежда даже боится включать свет в своей прихожей, потому что всё может замкнуть. Женщина вынуждена сливать воду с натяжного потолка каждые два часа. И это ещё ничего. Других квартирам, по её словам, хуже. Дождь с потолка шёл в этом доме и раньше, но только в нескольких квартирах. Серьёзные проблемы начались после того, как управляющая компания «Плазма» решила провести ремонт, рассказывают люди. Так они весь шов вскрыли, залили просто пескобетоном и ушли. Вот начались снегопады осенью, потому что не было ни дождей, ни летом. И всё, начал отваливаться шов у меня внутри, в подъезде, в прихожей. И потекло всё. Протечки после того, как управка компания сделала ремонт, начались по всему дому. Люди опасаются, что в один момент на них просто рухнут межэтажные плиты. Ведь в одном из подъездов уже стоит подпорка. Помимо этого, из-за постоянной влажности появилась плесень. Начали болеть дети. Это уже надоело нам с этими вёдрами жить. Потому что надо что-то делать. Что они там делали? Снег чистили. Получилась такая проблема, что нельзя уже так быть. Течёт почти вот везде. Ну, у меня вот внук. Он уже болеет постоянно, что ли. На него что-то из плесени и сырости. Надо как-то меры принимать. Жители дома рассказывают, что неоднократно обращались в управляющую компанию для того, что им сделали ремонт кровли. Но на место только приходила комиссия. Она подтверждала опасения людей. Но никто ничего не предпринимал. Я обращался в марте 2016 года по поводу притеканий. Значит, комиссия пришла, женщина написала, требуется ремонт кровли. Но ничего сделано не было. Потом, значит, через год, в марте 2017 года. Значит, всё то же самое. Всё, ну, всё абсолютно то же. Требуется ремонт и на этом заканчивается. Дальше. Это уже октябрь 2017 года. Опять всё, ну, собственно, тут о чём говорить. Один раз, правда, была попытка устранить недостатки, рассказывает Юрий Андреев, житель одной из квартир. Но после пристального внимания к работам на крыше дома люди начали беспокоиться, действительно ли они ведутся. Должны были делать капитальный ремонт. Завезли материал, тут всё. Они месяц ковырялись и всё, типа сделали. Я думаю, что так не может быть быстро. Пошёл узнавать. Взял у техника бумаги, всё, в сумму, там, мне главбух дал сумму, всё. И, оказывается, на 500 тысяч они сделали капитальный ремонт всей крыши. Я стал с техником разбираться. Она говорит, вас обманули. По управляющей компании не оказалось никого, кто бы смог грамотно ответить на вопросы по проблемам дома. Но в разговоре нам дали понять, что о проблеме знают. При этом путают изначальный год ремонта крыши. По программе её должны были делать в 2022 году. Управ компания называет другую цифру. При этом предписывает себе заслугу, что добилась переноса ремонта крыши на 2019 год. Мы ждём капремонт. Мы пробили эту администрацию, чтобы передвинули на следующий год. Да, у них так, по плану, в 2024 году ремонт, а мы добились того, что в 2019 году сделаем. Ну вот, весной это будет уже. Чтобы убедиться, не обманывают ли нас сотрудники управляющей компании, мы отправляемся в фонд капитального ремонта. Да, этот дом действительно включён в долгосрочную программу капитального ремонта. Более того, он вошёл в какогосрочный план капитального ремонта на 2019 год. Вот. Примерная плановая стоимость капремонта 3 миллиона 715 тысяч. В настоящий момент сотрудниками фонда уже разрабатывается проектная сметная документация на выполнение капитального ремонта крыши этого дома. Соответственно, как только нам позволят погодные условия, потому что крыша плоская, мы приступим к отбору подрядчика и непосредственно к ремонтным работам. Получается, что людям придётся принимать вводные процедуры как минимум до схода снега с крыши. Ведь, по словам сотрудников управляющей компании, все возможные меры по латанию кровли они уже предприняли. Продолжение следует... Продолжение следует...